Новые правила не для всех, список евроблях, которые можно растаможить по льготной ставке. С 15 июня до 15 ноября владельцы евроблях могут растаможить авто по льготному тарифу. При этом под критерий попадают не все автомобили. Какие авто имеют льготы, по какой формуле рассчитывается растаможка, читайте ниже в нашем материале. Какие авто попадают под льготную растаможку. Везены в Украину до 31 декабря 2020 года. Выпущены более чем 5 лет назад. Соответствуют экологическим нормам евро 2 и выше. Нельзя растаможить по льготной ставке такие авто. Происходят из страны оккупанта. Везены из страны оккупанта. Везены из временно оккупированных территорий. Нельзя растаможить машины, соответствующие кодом УКТВЭТ 8702 ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более, и 8711 мотоциклы, включая мопеды и велосипеды. Можно растаможить такие типы авто. Легковое авто. Грузовое авто весом до 3,5 тонны. Стоит отметить, что растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека. Легковой или грузовой или прицеп. Какая формула растаможки. Ставка равно ставка базовая плюс В плюс В. Ставка базовая – это ставка налога в евро за одну штуку транспортного средства. Она определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления авто, до года определения ставки налога. В. Это ставка налога в евро за одну штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. СМ на коэффициент, который. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкайт. Составляет 0,25 евро за один куб. СМ объема цилиндров двигателя. Для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. СМ включительно 0,2 евро за один куб. СМ объема цилиндров двигателя. С объемом двигателя от 2000 куб. СМ до 3000 куб. СМ включительно 0,25 евро за один куб. СМ объема цилиндров двигателя. С объемом двигателя от 3000 куб. СМ до 4000 куб. СМ включительно 0,35 евро за один куб. СМ объема цилиндров двигателя. СМ объема цилиндров двигателя. С объемом двигателя более 5000 куб. СМ включительно. Фе ставка налогов евро за один единицу транспортного средства. Она характерна для ТС, что оснащены двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом 0,0 евро. Оснащены двигателем внутреннего сгорания с воспламенением отжатия, дизелем или полудизелем 100 евро. Оснащены двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением отжатия, дизелем или полудизелем, и электрическим двигателем, одним или несколькими, 0,0 евро. Срок действия льготной ставки – 180 дней. А участники боевых действий могут растаможить авто за 270 дней, если у него есть подтверждение пребывания на территории проведения АОС в течение 90 дней, начиная с 15 мая. Напомним, что нормы закона про льготную растаможку в евроблях будут применяться с 15 июня по 15 ноября. При этом юристы уже нашли проблему со льготной растаможкой. Дело в том, что на оформление документов водителям дают всего 90 дней и не все успеют собрать необходимые данные.